Привет! Ты на канале Трезвый Папа. Если ты это смотришь, то это хорошо. Мир дому вашему, друзья! Сейчас я хочу вам предложить посмотреть, или точнее послушать, славяно-арийские веды, очередную Сантию, книги Веды Перуна, о заповедях Перуна. Я вот что подумал, что славяно-арийские веды были написаны 40 тысяч лет назад. Библия же была написана 2 тысячи лет назад. Но Библия, она сплагиатила, или украла, наверное, многие вещи из разных вещей, из разных святых источников, из разных святых писаний. И сейчас я вам хочу предложить вашему вниманию послушать, оценить. И скажите, пожалуйста, свое мнение. Увидели ли вы сходство с Библией, или не увидели? Заинтересовала ли вас данная тема, или же нет? Приятного просмотра! Сантии Веды Перуна Круг первый Сантия первая Как в Ограде Богов, в Асгарде Ирийском, на слиянии священных рек Ирия и Ами, возле великого капища Инглии, у священного камня Алатырь, спустилась с небес Вайтмана, божественная колесница. Великое сияние и пламень окружали ее, когда она опускалась на землю. Собиралися, соезжалися к Вайтмане Небесной той Роды Харийские и Даарийские, Роды Рассенов и Святорусов, Вожди и воины всех родов расы Великой. Собирались Ведуны Сребровласые и Волхвы Многомудрые и служители Бога Единого. Собиралися, соезжалися, Вкруг Вайтманы рядами рассаживались. Много дней Богов прославляли, И отворилась Вайтмана, Выходил из нее воплоти Светлый Бог Небесный. Рек, Бог Вечно Прекрасный, Я явился из Урай Земли, Из Сварги Небесной, Где течет Ирий Светлый, В садах Вырия, Возле Асгарда Небесного. Я Перун Громовержец, Сварага Сын. Слушайте, люди и воины родов человеческих, Слова мои. Поучение слов моих слушайте. Говорил Перуну Ратибор, Воин из рода святорусов. Ты скажи поведой, светлый вождь, Есть ли смерть для воинов родов наших? Отвечал Перун воину. Нет смерти для воинов рода небесного. Всякое явное, либо тайное сомнение сердца, Бог Вышень, Хранитель миров, Отец Сварага и Дед мой, Лучший из всех мудрых разрешит. Знаю, вечно премудрость богов. Кто, став учителем, Даже если великую тайну поведал, Не порицаем богами, Ибо нет смерти для них? И спросили люди громовержца многомудрого, Ты скажи нам, Сварожич, поведай, Почему служители Бога Единого И странники божьи путем познания Вед Хотят добиться бессмертия? Ты скажи нам, поведай, Есть ли смерть в мире яви Или бессмертно все? Что же из двух правда? Отвечал им Сварожич, Правильно то и другое. Но лишь в заблуждении Певцы учат о смерти люди. Я же называю обманом смерть, А не обманом бессмертие называю. В самообмане леги погибли, Не обманом бытие достигается в праве, И смерть не как рысь пожирает рожденных, Воспринимаемой нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, А для себя вы ее не найдете. Иные люди считают, Что удрзец, Бог мертвых, Отличен от смерти, А хождение ваше В мир прави Бессмертно. Оно в душах и духе У вас пребывает. Этот же Бог Царит в мире предков. Благой он к благим, К неблагим же Неблаг он. Велением удрзеца В детях человеческих Проявляются гнев, Заблуждение и смерть, Принявшая жадности образ. Самостью сбитой с дороги Единение с душою Человек не достигает. Во власти смерти Заблудшие люди Движутся этой дорогой И умерев Снова и снова В Нави мир попадают. За ними с пути Сбиваются чувства. Поэтому смерть Называют Мариона. Увлекаясь своими деяниями В погоне за их плодами Они продолжают Идти в таком направлении И не превозмогают смерти. Вместо стремления К праведным целям Как совесть людей призывает Дитя человеческое На Мидгарде рожденное Станет вращаться В кругу наслаждений И на этом пути Его смерть поджидает. Это Великое заблуждение Чувств С тщетными целями Соединяясь Движутся в пекло Под тщетной дороги Пораженные связями С отщетными целями И о них День и ночь Помышляя Ваше сокровенное Я Начнет поклоняться Внешнему миру Яви В мире Яви Проявленном Родом Первое, что людей Поражает Это Желание Чужого Вскоре Оно за собой Влечет гнев И похоть Эти три Порождения Темных Людей Неразумных К смерти Приводят А в мире Яви Лишь стойкие люди В ком правит Совесть Стойкостью Смерть Побеждают Всегда Устремленный Мыслью Бурлящие Чувства Успокоив Пренебрежением С ними Нужно Бороться Для таких Нет Смерти Ибо Знанием Преодолели Страсти И превзошли Смерть А человек Стремящийся За вожделением Идя за Страстями Гибнет Но победив Желания Порочные Себя Всякий Прах Страстей Человек Сдувает Для всех Существ И людей Пекло Кажется Тьмой Беспросветной Как безумные Смерть И они В этом Теле Земном Человек Познавший Мудрость Богов И предков Своих Знает Что так Порождается Смерть И смерть Его Здесь Не пугает В его Области Смерть Исчезает Подобно Тому Как Исчезает Смертный Попав В область Смерти И спросил Перуна Один Воин Из рода Харийского Скажи нам Почему Молвят Волхвы Говоря Что Совершая Жертвоприношения Безкровные Люди Могут Достигнуть Блаженных Миров Прави Чистейших Неприходящих Веды Их Называют Высочайшей Целью Кто Это Знает Как Он Может Заняться Делами Сантия Вторая Отвечал Одину Перун Всепрекрасный Лишь Непознавшие Великую Древнюю Мудрость Туда Стремятся И Для Них Сохраняет Значение То О чем Говорится В сокровенных Ведах Свободно От желаний Порочных Стремится Выше Путем Высочайшего Духовного Развития Отвергая Порочные Пути Развития Вы Вы живите По законам Рита И по законам Бога Рода Творца Единого Ибо По этим Законам Живут Все миры И земли Во всех Вселенных Кои создал Великий Рамха И И не Знают Они Смерти Ибо Покинула Смерть И Тьма Миры Эти А Свет И Бессмертие Наполнили Красотой Жизни Их И Сказал Харих Волх Многомудрых Светлый Наш Покровитель Дай Мудрые Заповеди Твои Родам Человеческим Потомкам Рода Небесного И Расы Великой Чтобы Правда Восторжествовала На Мидгард Земле А Кривда Сгинула Навечно Из мира Нашего И Не Осталось От Нее Даже Памяти Отвечал Перун Громовержец Волхву Многомудрому И Всем Кто Собрался Послушать Его Познавайте Люди Заповеди Мои Поучение Слов Моих Слушайте Почитайте Родителей Своих И Содержите Их В старости Ибо Как Вы Проявите Заботу О них Так И О вас Проявят Заботу Чада Ваши Сохраните Память О всех Предках Родов Ваших И Ваши Потомки Будут Помнить О вас Защищайте Старых И Малых Отцов И Матерей Сынов И Дочерей Ибо Это Родичи Ваши Мудрость И Цвет Народов Ваших Воспит Воспитайте В чадах Своих Любовь К Святой Земле Расы Дабы Не Прельщались Они Чудесами Заморскими А Могли Сами Сотворить Чудеса Более Чудные И Прекрасные Да Во Славу Святой Земли Вашей Не Творите Чудес На Благо Свое А Творите Чудеса На Благо Рода Своего И Рода Небесного Помогите Ближнему В Беде Его Ибо Придет К Вам Беда Помогут И Вам Ближние Ваши Творите Дела Добрые Да Во Славу Рода Вашего И Предков Ваших Да Обрящите Покровительство От Богов Светлых Ваших Помогайте Всеми Силами Строить Капища И Светилища Сохраняйте Мудрость Божию Мудрость Древнюю Омывайте После Деяний Ваших Руцы Ваши Ибо Кто Рук Своих Не Омывает Тот Силу Божию Теряет Очищайтесь Вы В Водах Ирия Что Течет Река Во Святой Земле Чтобы Омыть Тело Своё Белое Осветить Его Божьей Силой Утверждайте На земле Вашей Закон Небесный Что Дали Вам Светлые Боги Ваши Почитайте Почитайте Люди Вы Дни Русальские Соблюдайте Божьи Праздники Не Забывайте Богов Ваших Вы Сжигайте Давославу Богов Вы Курения И Благовония И Обрящите Вы Благосклонность И Милость Богов Ваших Не Чините Обид Соседям Вашим Вы Живите С ними В мире И Согласии Не Унижайте Достоинства Других Людей И Да Не Унижено Будет Достоинство Ваше Не Творите Бед Людям Других Вер Ибо Бог Творец Един Над Всеми Землями И Над Всеми Мирами Не Продавайте Вы Землю Свою За Злато И Серебра Ибо Проклятие Вы На Продавайте Не Будет Вам Прощения Во Все Дни Без Остатка Защищайте Вы Землю Свою И Победите Вы Оружием Правым Всех Врагов Расы Защищайте Роды Рассенов И Светорусов От Чужеземных Ворогов Что Идут В Земли Ваши Со Злым Помыслом И С Оружием Не Хвалитесь Своей Силою Поезжая На Брани А Хвалитесь С Поля Брани Съезжаючи Сохраняйте Втайне Мудрость Божию Не Давайте Мудрость Тайную Вы Язычникам Не Убеждайте Вы Тех Людей Кто Не Хочет Слушать Вас И Внимать Словам Вашим Сберегите Ваше Капище И Святилище От Поругания Язычников Если Не Сбережете Вы Святы Святой Расы И Веру Предков Ваших Посетят Вас Годы Горести Да Обиды Сострадания Кто Убежит Из Земли Своей На Чужбину В Поисках Жизни Легкой Тот Отступник Рода Своего Да Не Будет Ему Прощение Рода Его Ибо Отвернутся Боги От Него Да Не Возрадуйтесь Вы Горю Чужому Ибо Кто Чужому Горю Радуется Тот К себе Горе Призывает Не Злословьте И не Смейтесь Над Теми Кто Любит Вас А Отвечайте Вы На Любовь Любовью И Обрящите Покровительство Богов Ваших Любите Ближнего Вашего Ежели Он Того Достоин Не Берите В Жены Брат Сестру Свою А Сын Мать Свою Ибо Богов Прогневите И Кровь Рода Загубите Не Берите Жен С Черной Кожею Ибо Оскверните Дом И Свой Род Загубите А Берите Жен С Кожей Белою Вы Свой Дом Прославите И Свой Род Продолжите Не Носите Жены Одеяний Мужеских Ибо Женственность Потеряете А Носите Жены То Что Вам Полагается Не Ружьте Узы Союза Семейного Богами Освященные Ибо Против Закона Бога Творца Единого Пойдете И Счастье Своё Потеряете Да Неубиенно Будет Чадо Во Чреве Матери Ибо Кто Убьёт Чадо Во Чреве Навлечёт На Себя Гнев Бога Творца Единого Любите Жены Мужей Своих Ибо Они Защита И Опора Ваша И Всего Рода Вашего Не Пейте Много Питья Хмельнова Знайте Меру В Питье Ибо Кто Много Питья Хмельнова Пьёт Теряет Вид Человеческий Спасибо Вам За Внимание Други Спасибо Вам Землячь Спасибо Благодарю И Напишите Пожалуйста Своё Мнение Что Вы Обо Всём Этом Думаете Как Вы На Всё Это Смотрите На Православие На Православное Родноверие На Родноверство На Славяно Арийские Веды Благодарю Душевно Всех Вам Благ Всего Доброго Мира Каждому